В модуле, посвященном объектно-ориентированному программированию, мы с вами затронули тему функциональных интерфейсов и связанных с ними ссылок на методы и лямбда-выражения. Но тогда нас больше всего интересовало в словосочетании «функциональный интерфейс» второе слово — «интерфейс». Мы их рассматривали именно в этом разрезе. Теперь давайте сконцентрируемся на первом слое — «функциональный». Напомню, что интерфейс называется функциональным, если у него ровно один абстрактный метод. Подчеркнуть это и дополнительно проверить на стадии компиляции можно при помощи аннотации «функционал интерфейс». Дефолт-методы и статические методы при этом не в счет. Их в функциональном интерфейсе может быть сколько угодно, как и статических полей. Зачем в язык были добавлены функциональные интерфейсы? Дело в том, что в Java нет указателей на функцию, как в C или C++, или делегатов, как в C-шарпе. Поэтому, когда в Java требуется передать в метод какой-то кусочек программной логики, то метод объявляется как принимающий экземпляр какого-то класса или интерфейса. А в месте вызова этого метода такой экземпляр нужно как-то создать, зачастую объявив там же анонимный класс с подходящей реализацией метода. Например, условия для фильтрации файлов, возвращаемых методом listFiles, до Java 7 включительно приходилось записывать вот примерно в таком виде. Здесь все кроме одной строчки избыточно. Содержательная часть, логика фильтрации, это только одно выражение. А все остальное технические детали, шелуха. Конечно, это очень неудобно и громоздко. Поэтому Java-программисты много лет смотрели на другие языки и завидовали тому, что в них есть лямбдовыражение или замыкание. Какой-то компактный синтаксис для передачи куска кода в качестве параметра в другой код. Есть даже шутка, что Java сделала замыкания популярными, не поддерживая их. Спасибо за просмотр!